Саратовские яблоки, стиральные порошки и троллейбусы, эти и другие позиции, собираются производить на территории региона, чтобы не зависеть от иностранного производителя. А еще в уходящем году строили заводы и мосты, закладывали камни будущих масштабных объектов, сеяли и убирали хлеб. О главных достижениях и перспективах промышленности и сельского хозяйства в сюжете Юлии Шишкиной. Вот такого, ребята, вы еще не видели. В эту уборочную кампанию губернатор восхищает не только колонна тракторов в Татищевском районе, но и урожай хлеба. Саратовский каравай-2014 – это 3,8 миллиона тонн зерна. По этому показателю регион стал лидером Приволжского федерального округа. В октябре на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» саратовская сторона подписала сразу пять соглашений об инвестиционных проектах на общую сумму 25 миллиардов рублей. Региону было что продемонстрировать и в этом году. В августе в Энгельском районе открылся центр коллективного пользования «Покровские овощи». В России таких всего два. Линии обеспечивают очистку, сортировку, упаковку и укладку овощей для транспортировки. Кстати, и мост Саратов-Энгельс серьезно отремонтировали. Полностью поменяли дорожное покрытие, деформационные швы, установили новое освещение. Строители подарили ему еще 15 лет жизни. На 80% готов новый мост через Волгу в Балаково. Эта стройка – образец местного производства. Стройматериалы, металлоконструкции – проект «Все Саратовское». Сегодня в условиях эмбарго и курса на импортозамещение в России Саратовский регион вспомнил былую славу своих заводов. Губернатор поставил задачу – возродить Саратовский авиационный завод «САС». Местное предприятие «ЗАА». «Алмазфазотрон» как раз разрабатывает электронные комплексы для систем вооружения и оборонной промышленности России. Свой вклад в отечественную промышленность готова внести и «Энгельская троллза». Завод способен выпускать по три троллейбуса в день любой комплектации. Востребованы продукции Балашовского текстильного комбината, единственного в России производители полиамидных тканей. А руководители «Росбытхима» – этот завод под «Энгельсом» производит стиральные порошки, мыло, шампуни – вообще замахнулись на то, чтобы создать здесь центр бытовой химии России. «Цель-то какая? Правительство хочет показать, что вопрос импортозамещения он может быть толчком для развития нашей промышленности». Полное импортозамещение – дело небыстрое. Первые его плоды в Саратовской области можно будет отведать года через три. Когда соберут урожай яблонь сорта «Беркутовка», который посадили осенью в Корольковом саду. Юлия Шишкина, Евгений Шенченко, Максим Пустовалов, Алексей Фенин. РЕН-ТВ. Саратов.